Я заинтересован, как меркантильная тварь, в том, чтобы большие бюджеты... Я вот тоже такие. Считаю, что телеканалов должно быть меньше. Так сложно с ними, да? А мы вот вроде говорят одно и то же. Название за нами уже выехали, отсекло довольно много денег. Я, кстати, пол, зачем вы нас позвали? Сбух вам, судья. Всем привет, это медиаподкаст номер 3, совместный проект канала «Айран» и серийный продюсер. Меня зовут Николай Пак. Сегодня мы будем говорить про медиа, про «Айран». Точка отсчета у нас сегодня 120 тысяч подписчиков. И у нас сегодня 3 марта. Давайте я представлю наших гостей. Сергей Ким, медиакритик. Дмитрий Дубовицкий, канал «За нами уже выехали». И главный редактор «Айрана» Дувалин Иркиев. Сегодня предпосылка к нашему подкасту. Дувалин критиковал наши первые два подкаста, потому что в первом мы хвалили сами себя, во втором нас хвалили наши гости. Вот этот подкаст, который будет очень критичным, мы поэтому позвали критика и позвали Дмитрия, как человека, которого большой опыт журналистики в Ютубе, чтобы он нам рассказал, что мы делаем. Чтобы вы нам рассказали, что мы делаем не так. Ну, постараемся. Началось лес на журналистика в Ютубе. А он Серега пару лет назад меня в своем разборе называл. Как смелость быть честным. Да-да-да. Блогер. Я очень жестко прописочил. Компилятор. Просто ни о чем. Да-да-да. Такое было. Было такое. С чего начнем? С чего начнем? Говорите, задавайте. Давайте. Ну, да, я буквально еще два слова, да, мы же в Казахстане живем, нужны эти подводки, прелюдии. Да, я рад на самом деле, что вы к нам пришли, что мы вот с Сергеем давно, много лет не виделись, работали когда-то вместе на эфирном телевидении, с то, что с Дмитрием познакомились. Люди, которые могут жестко сказать о нас. Ну, в смысле, жестко, но конструктивно. Вы сами готовы к этому? Я еще не знаю. Я еще не знаю. Вот, но все мы наблюдаем за, вернее, не наблюдаем, а являемся подписчиками, мы в редакции точно Димы, вот, ставьте лайки, подписывайтесь еще больше, но Дима и так впереди нас всех, и мы на Диму равняемся, да. Дима говорит жестко обо всем, вот, поэтому, Дима, просьба и о нас тоже говорить как есть. Сергей, это вообще, мне кажется, редкий, редкая профессия у Сергея. В Казахстане я вообще не знаю людей, которые бы с такими же компетенциями также, как сказать, ну, опять это слово, осознанно. Осознанно и профессионально, профессионально. Изо дня в день, профессионально это значит, изо дня в день человек делает хорошо одно и то же, ну, пытается делать. Вот, Сергей пишет о телевидении, да, у нас как бы, сейчас мы говорили до подкаста, что телеканалов много, а пишет о них вот в стране один человек. Вот, ну, теперь, собственно, о том, о чем будем говорить. Давайте начнем с такого термина видеожурналистика. Предлагаю не тележурналистика, потому что теле, это как будто телевидение, а видеожурналистика. Вот хотелось бы от вас в начале беседы услышать, у нас вообще видеожурналистика сейчас в каком состоянии, какие за последние, может быть, там, полгода или год, давайте возьмем точку отсчета войну. Много же изменилось после начала войны. Какие изменения произошли, что с видеожурналистикой, как она себя чувствует на телеке, как в ютубе? Я бы, на самом деле, высказался против того, чтобы объединять телевизионную журналистику и журналистику, так скажем, новых медиа, которые существуют на независимых площадках. Потому что они развиваются и существуют в несколько разных условиях по-прежнему. Если мы говорим об эфирном телевидении, естественно, можно говорить о том, что телевизионщики вынуждены приспосабливаться к меняющимся условиям, к меняющимся запросам аудитории, к запросам даже шире возьмем общества. И понятно, что Хабар 2023 года — это не Хабар, скажем, образца 2010 года, потому что госпропаганда, она тоже меняется, она тоже пытается уловить вот эти флюиды. Я, как медиакритик, я замечаю, что нет-нет в эфир даже Хабара, даже Хабара 24 проникает, такая умеренная критика, скажем, правительства. А вот вопрос сразу, а стала ли телевизионная журналистика на эфирном телевидении у нас эффективнее, эффективнее в своих пропагандистских целях, задачах? Наши зрители, наши читатели, они живут в таких информационных пузырях, да, вот есть аудитория, вот костяк аудитории, скажем, телевидения, да, и есть информационный пузырь вокруг людей, которые пользуются, там, Ютубом, смотрят Ютуб в основном, там, читают Телеграм-каналы и так далее. И понятно, что если мы говорим об эффективности пропаганды, скорее всего, мы должны говорить о том, насколько много, скажем, неофитов привлекает вот тот или иной пропагандистский ресурс. Потому что если работать на одну и ту же аудиторию, можно ли говорить об эффективности? Ну, а какой-то вот такой вайб свободы обсуждения смогли они дать? Вот, и если мы говорим о некой умеренной критике, то да. Вот есть такая хрестоматийная для меня программа Акимы, она выходила. Крутая. Асхат. Который сейчас делает крутой проект в Ютубе. Вот, и об этом я и хотел сказать, что когда-то на Хабаре, на минуточку на Хабаре он начал делать программу, в которой критикуются Акимы. Понятное дело, что это были Акимы мелких городов, да, и не Акимы городов республиканских. Но это было, да. Да, и если вы говорите о неком вайбе свободы, разве вот, вот, мне кажется, вот это попытка. Но это было еще старое в Казахстане. То есть он появился три года? Тем не менее, но что мы видим сейчас в новом Казахстане, раз мы уж так вот старый-новый. Границу провели. А вы их делите, да? У вас есть границы? Сейчас Дима скажет, как оно все на самом деле. Да, кстати, да, как на самом деле. Может, там у нас что-то между старым и новым такое. Асхат Ниязов, он как бы отпочковался от хабаровской команды и работает независимо. Делает совершенно отличный продукт, который, кстати, вот я писал рецензию о программе Акимы. И о новом проекте обожаю. И проект обожаю, он по ряду параметров сильнее, чем программа Акимы. Ну, что Акимобус сейчас у него вот в заголовках везде есть. То есть то, за что я его критиковал, что он якобы расправляется с мелкими градоначальниками, а тут новый проект он начинает с того, что он берет не у кого-либо, а вот у конкретно Акима столицы. Окей, ну, в общем, значит, изменения какие-то происходят, да? Конечно. Ну, отлично. Дима для меня всегда был человеком как бы ютубовским. Оказывается, выяснилось, мы все работали на темного властелина. Это все время переживание, что я на сторону зла встал в один момент. И, оказывается, Дима тоже работал на эфирном телевидении. Вот, Дим, по твоим ощущениям, в любом случае, ты, когда готовишь свой продукт, ты же смотришь эфирный телек, как-то он попадается. Это вопрос. Ориентируешься ты на то, что говорят традиционные СМИ? Что происходит с традиционным телеком сейчас? Я почему помолчал в самом начале? Потому что, в отличие от Сергея, я не смотрю, на самом деле, телек. Вот с момента ухода с телеканала Алматы, где мы с Серегой вместе работали в 2007-2009 году, я работал, немножко комментировал гонки, эпизодически, но я не смотрел свои эфиры. И в целом телек не смотрел. Я про Асхат Ниязова узнал вот из Ютуба. Какие-то фрагменты из Акимов попадались в виде нарезок в инсте или в ТикТоке. Сказать, что я целиком включал Хабар, чтобы посмотреть Акимы, нет, такого не было. Вот, поэтому сказать, меняется ли телек в целом в Новом Казахстане, хотя, да, мы поговорим, наверное, об этом, если там граница между Старым и Новым Казахстаном. Я не могу. Что произошло с Ютубом за последний год? Вы просили, чтобы мы критиковали, я попозже этим займусь. В самом начале круто, что появляетесь вы, появляется Асхат Нияза, появляется Орда, появляется Улус Меди. То есть много ребят, которые идут в Ютуб. Почему мне это выгодно? С одной стороны, да, я как человек из Ютуба, который пришел чуть раньше, ах, эти ребята пришли, мои цифры забирают, забирают мою рекламу. Нет, с другой стороны, я наблюдал этот процесс, когда из газет реклама, деньги пошли на сайты. То есть я работал на Тенгрях, я работал главным редактором Вести Кезет спортивного сайта, и я видел этот процесс, когда большие бюджеты от газет пошли потихонечку на сайты. Я заинтересован, как меркантильная тварь, в том, чтобы большие бюджеты... Да, вот это же такие. Да, переходили потихонечку из сайтов, в том числе в новые медиа, потому что здесь клика, очевидно, больше. С сайта или с телека? Я, честно говоря, не могу оценить. Вот вы, как ребята, которые совсем недавно были на КТК, расскажите мне, сколько смотрело людей топовый выпуск новостной передачи, например? Сколько людей в абсолютных цифрах? Можно посчитать как-то? Давайте закончишь по Ютубу, а я потом про деньги телека расскажу коротко. Я почему говорю, что в Ютубе сейчас клика, возможно, сопоставимый с телеком, я не могу сравнить, но я понимаю, что обратная связь намного выше в Ютубе точно, чем это было на сайтах, ну, учитывая, опять же, что сайты ограничены в комментировании, да, там вот эти все законы об анонимизации и так далее, и так далее. Социальные сети позволяют нам этого не делать пока еще. Вот, клик хороший, конверсия от рекламы точно хорошая, вот, люди, которые заходят с какими-то сервисами, они довольны тем, сколько, как продается здесь. Такая штука, как имиджевый эффект, который маркетологи часто продают, да, просто вот упоминание на канале, да, продаж не будет, но, возможно, когда-нибудь ваш клиент придет. У тебя уже это работает? У меня приходит конкретный трафик, я, то есть, всегда был за конкретный трафик. Так вот, мы сделали интеграцию, мы посмотрели, сколько людей купило, там, курс по языку программирования Python, например, то есть, есть рекламные интеграции такие. Это круто, то есть, это есть. Я вижу, что чем вас больше становится, тем больше интереса и к нам тоже, хотя, несмотря на все эти хвалебные аппетиты последние два года, я немножко отошел в тень. Вот, сказать, что я прям на передовой сейчас нет, я там второй, третий, четвертый, пятый, может быть. Это кто первый? По твоей оценке? Первый, второй? По объему производства этого Вадима Николаевича Борейко, то есть, он фигачит раз в день, я не знаю, то есть, числит ли он зубы к *** сейчас, но тем не менее, то есть, он это делает. Страдает проработка, на мой субъективный взгляд, хотя кто я такой, чтобы критиковать Вадима Николаевича, но страдает иногда проработка материалов, но тем не менее, то есть, вот этот темп раз в сутки, асхат неязов, безусловно, сейчас, наверное, первый по цифрам. Вот, вы пришли, вы делаете меня по, в целом, просмотры за месяц, какие-то выпуски проваливаются, но об этом я поговорю, расскажу вам, если надо, почему, мне кажется, это происходит. Вот, ну вот, наверное, Орда, Гульнар Башкенова, я не потребляю контент, об этом тоже могу рассказать, почему, но тем не менее, то есть, она делает хорошие цифры. То есть, по твоим ощущениям, движуха в Ютубе с видеожурналистикой, ну, понятно, она поперла, она пошла. Насчет телека, ты, как бы, ну, дать оценку объективную? У меня здесь нет просто цифр, у меня нет понимания, я не потребляю этот контент, поэтому я не знаю, что происходит на телеке. Давайте я про деньги быстро расскажу. Да, ну, вот это вот, мы с Колей ходили на медиаклуб Билайна. На днях буквально. Да, на днях буквально, да, и там тоже разговор зашел о деньгах. Ну, все спрашивают, во-первых, откуда деньги у Айрана. Мне тоже интересно, я на СССР зашел, у вас космос же здесь. Да, космос, ну, как, у нас не космос. У них миллиард человек работает, у них работает миллиард человек. За кадром, здесь очень много, очень много людей. За кадром, тут одна отдельная женщина у нас, девушка, делает грим, другая девушка приносит кофе, да, это все стоит денег, да. Массаж опять-таки перед... Это вам массаж, девушка. Нет, смотрите, там, да, это правильные вопросы, и мы готовы на них отвечать. В 158-й раз быстро отвечу. Стоит это денег, но это стоит намного дешевле, чем телек. Не ответил ты на вопрос, потому что никто не знает... Я еще до конца не ответил на вопрос. Стоит денег, мы изначально подошли к тому, что мы будем это делать, ну, более-менее индустриально. Это у нас не такой, не камерный проект, мы хотим, чтобы оно было плюс-минус профессионально. Вот. У нас есть партнер, у нас есть инвестор, который работает. Которого вы не называете. Которого мы пока не называем, потому что мы имеем право пока его не называть. Мы очень надеемся, что скоро выйдем на те показатели и убедим его, что назвать себя будет очень классно. Потому что в нем нет ничего токсичного, ничего такого, на наш взгляд, что вызовет там какие-то споры. И вообще его имя прятать надо. Но пока вот этот партнер хочет, чтобы мы до конца ему доказали, что мы суперэффективная штука. Потому что он инвестирует только в суперэффективные штуки. Вот. Стоит денег, да, не ответил на вопрос, но стоит намного меньше, чем телек. Это все-таки такой важный штрих, который нужно подчеркнуть. Ну да, офис у нас, да, мы снимаем не на айфоны, а снимаем, но с другой стороны, не на какие-то там HD-овые студийные камеры снимаем, на фотики снимаем. Сейчас все, вон, хипстеры на Панфилова, все на такие же фотографии эти фотоаппараты снимают. Вот. Бюджеты ютубовских редакций и редакций телековских, как мы знаем, сильно зависят от рекламных бюджетов. У нас пока история инвестиционная, и вопрос, который был на медиаклубе Билайновском, это, что будет с деньгами на рынке. И так как мы с Колей и там, и там, и в телеке на каких-то индустриальных мероприятиях принимаем участие в них, и вот сейчас в новых медиа. Новые медиа все говорят, у телека давно нужно забрать деньги, это вообще там миллиарды, которые непонятно куда идут. Это все старая парадигма. Все верно, все верно. Вот человек пришел тоже, который в 2009 году ушел с телевизора. Да. У телеков другая история. Телевизоры говорят, во-первых, что рекламный рынок Казахстана очень сильно недооценен. Недооценка есть. Есть, что масс-маркет в любом случае рекламируется через телевизор, и это девать никуда нельзя. Что, может быть, где-то не хватает, безусловно, инструментария, такого вот как product placement, более какие-то изощленные интеграции. Ну, потому что сейлс-хаусы, рекламные агентства и те же самые менеджеры на телеканалах работают немножко по старинке. Вот мы знаем, один инструмент у нас – межпрограммные рекламные блоки. А вот что-то как-то сделать похитрее, поумнее, как это делаешь ты, как это делают другие люди. Где-то, чтобы это была искренность какая-то. Попытка как-то по-другому все это дело продать. Этого нет. Я просто думаю, что в этом году в любом случае будут изменения какие-то. Потому что мы сейчас видим войну не только кланов, но и каких-то, может быть, медийных группировок. Будет перераспределение бюджетов из сейлс-хаусов. Из одних каналов переходят в другие сейлс-хаусы. Ютуб появился как фактор. Очень хочется верить, что этот фактор такой будет значимый для рекламодателей. Мы вот с Колей говорили о том, что наша задача – доказать, что этот инструментарий есть. Поэтому я бы, это мое мнение, я бы однозначно не говорил, что все деньги нужно у телеков забрать и все перевести в диджитал. И все будет сразу офигенно. Нет, наверное, так не получится. Но то, что перераспределение денег произойдет, и то, что… Вот это, Коль, к вам вопрос. Я вот сейчас до начала с ребятами. Телеканалов в этой стране много слишком? Вот я, да, думаю, что телеканалов много. То есть здесь удивительный в последнее время парадокс. Вот мы там сейчас стараемся выходить куда-нибудь на подкасты, когда нас зовут, выступать на мероприятиях, как бы про себя рассказывать. И я считаю, что для себя что-то такое вроде X10, знаете, такого из инфобизнеса. Я считаю, что таких медиа, как наши, как ваши, должно быть в 10 раз больше. Журналистов должно быть в 10 раз больше. Ну, то есть рекламных денег в 10 раз больше. Но я понял, что есть определенный парадокс, потому что я считаю, что телеканалов должно быть меньше. Ну, потому что какой-то такой постоянно уменьшающийся рекламный пирог теледенег, да, как бы распределяет слишком много игроков, и как будто бы это не совсем эффективно. Ну, там можно много говорить, чем связано появление этих каналов, в общем. Но даже, например, сравнивать, например, наш рынок с тем же украинским до войны, которым тоже очень много каналов, ну, субсидировалось, да, как бы, вот, и там какие-либо олигархические, не олигархические группы финансировали эти каналы. Все равно у них какой-то показатель эффективности, то есть и они зарабатывали какие-то там существенные деньги именно с рынка. Вот, ну, там какой-нибудь там украинский СТБ, наверное, был не сильно это, потому что они там имиджевые шоу большие делали, которые не соответствуют. Ну, так или иначе, все равно они все пытались, как бы, зарабатывать. У нас, мне кажется, все равно некоторые каналы, они так, как бы, даже целей такой, как бы, да, сильно не ставят. Вот, я думаю, что все это станет больше. Хотите, очень коротко попробую свою логику рассказать. Ну, то есть, как бы, пандемия показала, что мы вообще не рыночная какая-то экономика, да, то есть ничего у нас не попадало. Да, у нас все деньги государственные. Все деньги государственные, все есть бизнес такой квази-государственный, обслуживающий государственный. То есть, кто-то оценивает это в 15%, кто-то в 20%. Ну, вот, предположим, в чистом виде это 10%. У нынешней власти, ну, мне кажется, нет, у него сужающийся коридор. Они все равно должны делать разгосударствление. В силу того, что, может быть, нефть будет падать, так или иначе, общий этот тренд все равно туда идет. Соответственно, частного бизнеса должно появиться больше. Частного бизнеса появится больше, ну, рынок должен оживляться, должны появляться более рекламные деньги, там, и так далее. Да, там, например, вот вопрос, который мы, я надеюсь, обсудим, про то, что какой контент, в какой контент заходят бренды в том числе. Ну, какого такого, Долрен как раз на мероприятие отвечал, что, ну, то есть, рано или поздно должны появляться, ну, какие-нибудь казахстанские бренды, для которых там, например, контент, дискуссии, в том числе политические, общественные, ну, это будет ценный контент, куда они, мне кажется, могут вкладывать там. У них нет брендбука, откуда будет Доктор энд Гэмбл, там, что они связываются. А вот какие-то такие решения будут приниматься. И поэтому я вот как общий тренд не связываю это с ростом экономики, а связываю с нашей внутренней ситуацией. Я думаю, что всего будет больше. Больше всего. И в том числе, ну, вот, если говорить о нашей редакции, когда эта ситуация уже возникнет, вы же, наверное, сами знаете, YouTube-редакцию на миллион подписчиков невозможно вот просто деньгами создать. Ну, я так, я убежден в этом, по крайней мере, пока. Вот прямо сейчас быстро создать миллион. То есть, нужно какое-то все равно время, нужно какое-то, ну, такое репутационным брендом. Вот мы, условно говоря, откатываясь назад, пытаемся сейчас это создать. Так, так, ну, мы начинаем теперь опять себя хвалить. Дима задал правильный тон дискуссии. Какие еще вопросы к нам? Пожалуйста, критикуйте нас. По поводу каких работ? Ну, еще раз, я рад, что вы здесь есть, что вы появляетесь, что вы делаете. Еще раз, вещь, которую вы делаете, это качественный продукт, чаще всего. Возвращаясь к вашему предыдущему подкасту, кто не смотрел, посмотрите, про то, кто стоит за Iron Media. Там было несколько блоков, по каждому у меня есть комментарии. Например, про изначальную задумку. Я правильно понимаю, что вы брали редакцию Пивоварова как один из референсов. Один из референсов, куда вы там стремитесь. То есть, есть профессиональная... Нам модель понравилась. Да, профессиональная команда, которая делает профессиональные репортажи, спецвыпуски и новостные обзоры тоже раз в неделю вы делаете. В чем принципиальное отличие сейчас Пивоварова от вас? И в целом, почему, мне кажется, вам придется все равно чуть-чуть поменяться. Вы говорили, что вы не про Элвиса Пресли, вы про Битлз. То есть, про то, что вы не хотите строить контент вокруг одного человека, вы хотите строить его вокруг нескольких людей. Это возможно. То есть, опять же, я 6 лет работаю на Ютубе, 7-й год. Я до сих пор не до конца понимаю, как работают алгоритмы. Но, что я четко понимаю, что люди в социальных сетях, они идут не из-за информации, а из-за эмоций. Очень часто бывает такое, что, казалось бы, качественный продукт, но проваливается наглухо, потому что нет химии. Нет химии аудитории с ведущим, либо с командой ведущих. Это проваливает. Сколько бы ты денег ни вложил, в принципе, сделать миллион быстро, деньгами действительно сложно. С деньгами проще, но можно это сделать, как у Асхата Ниязова, буквально там две камеры, дрон и два человека. Асхат Ниязова. Асхат Ниязов, там есть человек, ты понимаешь четко характер, что ты будешь видеть. Ты будешь видеть эту химию, ему в кайф, видно, что его прет, он любит коммуницировать, он сильный репортажник, он смелый репортажник. Я не знаю, каким образом он добивается того, что его пускают какие-то кабинеты. Кстати, важный вопрос, за который его многие критикуют. Ну, еще поговорим об этом. То есть, ты понимаешь характер этого продукта. Когда я захожу на Иран, я не до конца понимаю характер, потому что ко мне пришли ребята из КТК. И вот разные ведущие, разный слог периодически, разные репортажи. У тебя нет характера этого всего. Вы здесь можете наступить на грабли, на которые наступили уже многие до вас, типа 7 канала, типа Tengri News, тех же самых, у которых были попытки задолго даже до меня делать что-то в Ютубе, но набирают какие-то отдельные форматы с отдельными ведущими. Там у них были диалоговые форматы, интервью форматы, и под конкретных ведущих набирали просмотры. Но потом появлялся другой человек с другим подходом, а алгоритмы Ютуба так не работают. То есть, вас посмотрело там 100 тысяч человек, под определенного человека, под определенную тематику, вы ему кормите в следующий раз другого человека с другой тематикой, высокая степень отказов. То есть, люди ждут уже чего-то другого, они примерно сформировали образ. Они зашли сюда, кликнули, опа, здесь другой человек. Может быть, тоже качественно, но я же не понял пока, что вы из себя представляете. Я вышел, я вышел, Ютуб это фиксирует, что степень отказа довольно высокая. И дальше можно опять, это очень большая проблема, опять разгонять эти алгоритмы, чтобы опять появлялась лояльность. Вы пришли в очень конкурентное поле. Сейчас Ютуб намного конкурентнее, чем это было, когда я начинал. И это будет сложно на самом деле. То есть, есть большой риск, что вы споткнетесь об этом, что у вас просто канал превратится в барахолку качественного материала, то есть, кладбище качественного материала. То есть, посмотрите, что делает «Живой гвоздь», например, то есть «Эхо Москвы». То есть, это тоже яркий пример того, что происходит. То есть, та же Екатерина Шульман, спикер этого канала, делает их там в просмотрах. Есть Катя Гордеева со своим каналом, делает всех по просмотрам. «Живой гвоздь» намного дороже, как продукт, чем канал Екатерины Михайловны, чем канал Кати Гордеевой и так далее, и так далее. Но каких-то спикеров любят, каких-то ведущих любят. Следующие два-три подряд идут трансляции, все это проваливается. И потом ты опять разгоняешься, и вот они уже год, они делают 700-800 тысяч подписчиков. Это мало. Особенно, когда происходит там этап рутинизации войны, нету какого-то повышенного интереса к тому, что происходит. Вот. Возникают паузы, то есть, им опять сложно это делать. Поэтому вам вот здесь, как мне кажется, придется все равно искать человека, через которого проводника. Человек, который дает характер сразу продукту, то есть пиваров, понял прохавал эту тему на самом деле. Даже если он вообще не имеет никакого отношения к спецрепу, он все равно пишет подводку. Да. Так, вот эта часть для внутреннего использования, вся эта часть подкаста. Вырезали. Слушай, да, сразу вопрос, я пока не забыл. То есть, вот то, что Дмитрий Сошин или вот Александр Сулим, они немножко в тени. Вот эти бейки немножко такие подтемненные. А пивоваров, он такой всегда на фоне неона. Это вот из-за этого? Все верно. То есть, он, еще раз, он не имеет отношения, может быть, как главред, он все равно просматривает эти выпуски. Но мы понимаем, что там по почерку даже, ну, как люди из мира информации, мы понимаем, что по почерку это, кто это делает. Вот, но пивоваров заявляет определенный знак качества, определенную тематику, свой язык, подводки он пишет наверняка сам, своим каким-то языком, которым он пытается, опять же, нащупать. НТВ-шинность чувствуется, но, тем не менее, он пытается... Слушай, ну, а есть вот все-таки какие-то примеры, кейсы, когда две-три звезды? Я не могу вспомнить. И тянут они. Я пытался, для меня это большой, тоже дискуссионная штука, для меня внутри, внутри нашей команды, потому что я тоже пытался вводить людей вместо себя, потому что новостники быстро выгорают, вот, и постоянно заниматься этим, этим очень сложно. Слушай, Вилса ком? Там, ну, посмотри по просмотрам, сколько набирает сам Вилса и сколько набирают... Но, тем не менее, ну, как бы, эта редакция, понятно, что у него топ, остальные, как бы, пониже, но в рамках редакционной модели этот паровоз едет куда надо. Может быть, может быть, но еще раз говорю, вы приводите пример редакции, еще раз говорю, он это понял, и он это делает лучше, чем Вилса ком. То есть, это проблема того же Вилса, потому что тот же Пиваров рассказывал, что у него там две аудитории, у него сейчас глобально на канале две аудитории, одна она под новости, другая под спецреба, но все равно и та, и другая понимает же, куда она пришла. Я прихожу на Иран, я не совсем понимаю, куда я пришел сразу. То есть, это ли новости, или это про наркотики, или это про русские казахи. Это, кстати, к вопросу о том, что вы не хайпуете. Еще как хайпуете. Что говорит, что вы не хайпуете? Вы произнесли это слово? У вас было потом, да, у вас в подкасте была как раз-таки дискуссионная штука. Давай тогда дальше. Дальше. Первый пункт, все, мы приняли. Вот. Про то, что про Элвиса Пресли вам нужно будет подумать и поискать его все-таки. Может быть, потестировать разных Элвисов, может быть, выбрать кого-то. Нам нужен Фредди Меркури, а остальные Квин тоже были крутые. Все верно. Кого-то из команды, кто сейчас кликается. Ну, то есть, вы понимаете, что если Досова вывести в отдельный канал и постоянно писать под него, на него, работать на него, то он очень быстро сделает там и меня, и всех остальных, потому что химия между ним и аудиторией возникает. Досов очень кликабельный чувак. И у вас на канале тоже это заметно. Если появляется Досов, то он делает определенные цифры. Поискать, подумать насчет этого направления. Но, опять же, я тараторка пришел и занимаю с собой все помещение. И это не истинно в последней инстанции. Это очень крутая информация. Мне так кажется. Это очень крутая информация. Это то, что я заметил. Первое. А все остальное я забыл, наверное. Нет, сейчас будем по ходу... Нет, на самом деле, Дима очень верное замечание сделал, потому что вы пришли в YouTube. Видимо, в подкорке у вас была модель некая, ну, вот с оглядкой на традиционное телевидение, когда есть бренд информационный, и вы под этим брендом пытаетесь в разных жанрах работать. Ну, просто, на мой взгляд, вот почему, Дима, вот Дима очень верно сейчас заметил, что вам нужно уникальное торговое предложение, вот если уже говорить... Они рассказывали про него как раз таки в том подкасте, и считают... Ну, то есть, Николай как раз говорил про то, что уникальное торговое предложение – это качество проработки материала. Это то, что не цепляется. Это как про Новый Казахстан, возвращаясь к разговору о том, почему пропаганда российская эффективнее, чем пропаганда наша. Ненависть легко понятна, легко продается. Новый Казахстан – что это, блядь, такое? Вот. Нету понимания четкого. А, в Дима можно? Можно. Получается так. Сначала мы думали, будем ли на вы, или на ты, я быстрее решиваю. Это Дима, он профессионал. Он как-то так настроил всех, что я сам начал крикать, а потом говорит... Что это, блядь, такое? Извините. Быстрее нужно, чуть-чуть быстрее. Все, мы про YouTube сейчас. У людей нет времени вообще, нет времени на раскачку. Так вот, вот это сейчас твоя мысль о том, что уникальное торговое предложение, качество не может быть уникальным торговым предложением. Не может. Вот, ну, она может быть через время, но еще раз, мы уходим в сторону клипового мышления. У людей нет времени подумать, у людей нет времени, если вы сразу не зацепили, сразу не обаяли, сразу не привлекли к себе внимание. Это вот, вот это вот качество продукта, характер, да, выработать его, это нужно постараться сесть и подумать об этом. Ребят, очень много порнофильмов, очень много видеоигр. Зачем я буду сидеть и вычленять для себя, а качественно ли делают айрановцы вообще какой-то характер. Быстрее. То есть, это должна быть, должен быть яркий, яркий ведущий с четко понятной программой, что ли, видением, характером. Так, чтобы сразу я понял, зачем я сюда пришел. Круто. Сергей, да, можно я вот сейчас тебя немножко тоже, чтобы получить от тебя важную информацию. Ты можешь, Дима очень круто рассказал о каких-то таких, как сказать, ютубовских историях внутренних. Можешь ты что-то самое такое яркое сказать о жанре, о форматах наших. Ну, то есть, о том, как мы реализовали тот или иной ролл, что тебе понравилось, что нет, что залетело, а что было однозначно, вот именно по построению, по журналистике, ну, не так, как надо. Ну, вот смотрите, документалистика журналистская, окей, неплохо. Что касается дайджестов, вот, обзоров недельных, к сожалению, я не могу назвать это чем-то ярким, да, вот мне это как-то кажется, не то, что я не про качество сейчас, я вот, наверное, как раз про эмоции, вот про то, что говорит ютуб, химии нет, да? Да, вот, возможно, в этом нет какой-то химии. Отчасти я, кстати, не согласен с Димой, он сказал, что ютуб это про эмоции, а не про информацию, когда-то это было так. Сначала про эмоции, потом про информацию. Вот так, теперь согласен, вот в такой формулировке согласен. Но, что касается качества контента, мы видим по тому же российскому ютубу, да, русскоязычному ютубу, что есть проекты с качественным контентом, с очень качественным контентом, интеллектуальным, которые находят отзыв. Но тут вопрос, вот опять же, и на телевидении такая проблема была, когда телевизионщики пытаются описать свои проблемы, всегда они приходят к тому, что у нас очень маленькое население, маленький рекламный рынок, там, вот вы из наших там 19 уже миллионов, но это немного, это один город там в какой-то большой стране, да? Вы еще интеллектуальный контент будете пихать вот этому количеству населения, где вы найдете зрителя, да? То есть это когда телевизионщики оправдывают то, что они делают трэш, да? Да, то, что они делают трэш, и проблема, мне кажется, перекочевала в ютуб, потому что аудитория все-таки маловато у нас. Возможно, это объективно, возможно, качественный контент, интеллектуальный в Казахстане. С другой стороны, смотрите, вот я хотел, кстати, говоря о вашем уникальном торговом предложении, возможном, да, я сейчас вижу, что очень хорошие отклики, большие достаточно просмотры вызывают просветительские ролики. Сейчас, смотрите, такая уникальная довольно ситуация в истории нашей страны, возможно, и сейчас несколько, сразу несколько больших событий, они повлияли на быстрый, они стали катализатором быстрого роста национального самосознания, да, в том числе. Мы понимаем, что, во-первых, о чем я говорю, и война, и барские события. Ну, мы об этом говорили, что во многом это и стало причиной появления нас. Да, да, да. То есть, ты думаешь, вот эти вот пруфы 20-минутные, что была целена для Казахстана, там, это вот такая история перспективная? Она перспективная, но вот если попытаться освободить ее от идеологии, да, потому что, на мой взгляд... А у нас есть идеология, тебе кажется? Есть, безусловно. Что-то в голову засовываем зрителю, думаешь, да? Я думаю, да. А что мы засовываем зрителю в голову? Вопрос, на самом деле, сложный, потому что у вас же, еще раз, у вас нет одного продукта, вы же не один блогер, вы целая команда, у вас много разных таких... Но то, что говорит Дима, вы хайпуете все-таки, понимаете? А любой хайп – это игра на каких-то таких простых эмоциях. Конечно, я с тобой не согласен вообще. Поэтому, нет, возможно... Как сложно с ними, да? Вот вроде говорят одно и то же, а... Нет, на самом деле, это очень... Вы не зря нас позвали, потому что у нас с Димой... Это подкаст будет идти три часа. Очень много противоречий, возможно. Это хорошо, Жан. Так, вот важный вопрос, хайпуем. Это, по-моему, переход ко второму пункту. Как мы относимся? Давайте порешим сейчас все вместе, как мы относимся к слову хайп. Это что такое? Это негативный окрас или позитивный окрас? Для меня это негативный, безусловно. Хорошо. Для меня, например, это не прилагательное, это существительное. Есть негативный хайп, есть позитивный, ну или просто хайп. Еще раз возвращаясь к моей теории о том, что в эпоху высокой конкуренции не привлек внимания, провалился, проиграл. Ты не можешь по-другому существовать. Еще раз, открываешь любой выпуск Айрана или, ну, кого-то еще на Ютубе, ты видишь яркий заголовок иногда. Ну, то есть, он не кликбейтный. На мой взгляд, есть разница между кликбейтом и ярким заголовком, который Сергей может называть хайпующим заголовком. Потому что кликбейт – это про воронье, про яркий заголовок – это яркая эмоция, которая побуждает к открытию и хотя бы к просмотру первой минуты. Вот. В этом есть большая разница. Я в хайпе не вижу ничего предосудительного. Еще раз, если ты здесь не зацепил, там, в тех же наркотиках, в ваших, там, глубоких, интересных выпусках, если ты не зацепил здесь внимание, то провалился дальше. Ты можешь делать мега-крутые вещи, но если ты будешь рассказывать, как Сергей, очень дальше, долго, но профессионально, да нахуй ты нужен кому-то. Ну, честное слово. Стоп, значит, я вот немножко разъясню. В том подкасте, к которому ты возвращаешься, спасибо, что ты его посмотрел. Вот люди подготовленные приходят. Школа телеканала Алматы чувствуется. А вот человек подготовился. Хайп мы тогда давали, ну, говорили слово хайп, безусловно, сами не разобрались изначально в терминологии, но в таком негативном, в таком больше кликбейтном. Хайп, как острое формулирование темы, как острый заголовок, но который не обманывает. Это не хайп. Это не хайп. Почему не хайп? Это хайп. Но это... Но еще раз, когда у тебя русские казахи в заголовках, ну, что, это не хайп. Русские в Казахстане, что дальше? Да, допустим. Это хайповый заголовок? Ну, конечно, то есть это... Ну, он потихонечку меняет свой такой... Ну, тогда, наверное... Ну, да, тогда он был такой немножко... В контексте это хайповый заголовок. В контексте. Безусловно. Именно в моем понимании хайпа. У нас, кстати, проблема, знаете в чем? Мы о терминах... Я поэтому и говорю, как мы относимся к слову хайпа. Ну, как бы, давайте так. Острое определение, формулирование проблемы, темы, постановка достаточно скандального вопроса. Без перехода на личности, без оскорбления, без разжигания каких-то вещей явных. Ну, то есть заголовок «Русские вон из Казахстана» это не тот заголовок, который может у нас появиться. Несмотря на то, что даже, может, ты провалишься внутрь видео, и там совсем все по-другому, но не надо на обложке писать «Русские вон из Казахстана». Ну, мы все это четко понимаем. Даурен, вот вы сейчас описали, а мы на «вы», да, или на «ты» уже? Он мальчрица уже, всю дорогу мальчрица. Я сейчас пить лишню здесь. Есть вискарь? Даурен, ты сейчас описал нормальную журналистику. Это, при чем тут хайп? Ты сейчас сказал, вот, никаких обманутых ожиданий, яркий заголовок, ну а что, при чем тут хайп? Ну, ладно, хорошо, я бы, мне кажется, нам не надо сейчас спорить о терминах, потому что, ну, мы же не из академии. Я хотел бы попросить, Дмитрий, мы, ну, если вы не помните, что нужно, я вот вспомнил, вопрос, что не все материалы заходят. Да. Да, у вас есть мнение и комментарии. Но я рассказал, почему, то есть, во-первых, по поводу эмоций ведущих. По поводу наркотиков тоже, давайте, по-моему, разобрать этот кейс, вот в том подкасте, который я посмотрел, на который жаловался, даурен, о том, что там… Скажи сейчас, ссылка будет в описании. Ссылка будет вот здесь, по-моему, или здесь. У меня постоянно кретинизм топографический, вот. С двух сторон поставить. Да. Еще раз, там на тот момент, этот подкаст вышел три недели назад, там было пять тысяч просмотров, я сегодня специально перед выпуском решил посмотреть, там полмиллиона просмотров. Во-первых, почему YouTube сразу, может быть, не съел этот контент и не начал его продвигать. Во-первых, я с этим сталкивался на выпусках про суициды. У меня была там серия выпусков про подосковые, взрослые, женские суициды. Мы делали разборы с пострадавшими, с семьями, с суицидологами и так далее. YouTube, а в последние там два-три года стал чуть-чуть нежнее, то есть нежнее к оценке контента. Первое, то есть вы можете сравнить с TikTok. Вот TikTok сейчас, это то, что был YouTube там шесть лет назад. Если TikTok, он про деньги сейчас, если он вызывает какую-то реакцию, если он удерживает аудиторию, то он выпушивает дальше видос. Если этой реакции нет, то он этого не делает. YouTube еще и чекает контент на ту самую тревожность, то есть он стал нежнее, он стал свои фильтры добавлять. Вот почему через какое-то время стрельнул видос. Во-первых, канал Айран маленький, он молодой, не маленький, а молодые, вы уже большие. И YouTube на старте дает определенный аванс, это первое. Во-вторых, просто кто-то начал активно пушить через какое-то время, то есть как опять работают алгоритмы в моем понимании. Вот он лежит, лежит, лежит этот продукт, он не вызывает эмоций, YouTube его не продвигает. Как только пошел внешний трафик, кого-то, не знаю, может рекламу прикупили, может быть просто кто-то из ломов лидеров общественного мнения начал рекомендовать его, пошел внешний трафик. YouTube начал, опа, оказывается, на этом видосе можно заработать. То есть он начал продвигать его по более целевой аудитории и потом пошел этот рост. Поэтому такие долгоиграющие ролики, на самом деле это крутая история, они постоянно генерят трафик, вот, особенно если там есть реклама, либо в целом продукты социально важные. Это круто, то есть их нужно делать, если он там в первые трое суток не набрал. Первые трое суток это про новости. Если новостные выпуски провалились первые трое суток, все, вы можете похоронить его, он никогда не наберет. Вот, но вот такие вещи, как-то наркотики, как-то семейное бытовое насилие, на старте YouTube скорее всего к ним отнесется плохо, осторожно, так вот, насторожно, а через какое-то время, возможно, если пойдет рост трафика, если пойдет удержание аудитории, будут комментировать, тогда это может быть выстрел. YouTube по-прежнему такие вещи позволяет. Еще раз говорю, алгоритмы меняются постоянно. Сказать о том, что вот на телеке, вы прекрасно понимали, там, на сайтах, мы понимаем, как работает, как устроен плюс-минус наша аудитория. На сайт приходит каждый день столько-то людей, плюс-минус они столько-то посмотрят на YouTube, такого нет. Через какое-то время вы придете к средней цифре, вот, вы будете понимать примерно, сколько будет просмотров у этого выпуска. Но еще раз, я это вижу по себе до сих пор, по моим ожиданиям, это будет, там, 100 тысяч просмотров, это проваливается до 20. Это хрень, которую я сделал за полтора часа, но не может набирать много, она набирает, там, за сотню улетает. То есть это по-прежнему гонка. Вы втянулись сейчас, вот такие вот мишки под глазами у вас будут у всех, потому что вы втянулись в эту гонку за алгоритмы, гонку за удержание внимания, борьба за внимание. То есть это каждый выпуск, это отдельная война, на самом деле. Поэтому, когда мы говорим про миллион подписчиков, цифры, на самом деле, не имеют значения большого. 100 тысяч или 300 тысяч, разницы нет никакой. Вот, намного важнее, вот, продали, зацепили, удержали, это намного важнее. Опять я начал здесь свои мастер-классы вести. Очень интересно, на самом деле. Я, кстати, понял, зачем вы нас позвали, особенно Диму. Это такой способ получить бесплатную консультацию. Мы же вам заплатим после выпуска, забыли. Я, кстати, хотел небольшую историю рассказать и перейти к вопросу. Вот когда мы были на этом мероприятии, которое делает Beeline, я был в зале, и как раз когда Даурен рассказывал о том, что мы специально, ну то есть так как-то сильно не идем в политику, он сказал, потому что сзади я услышал сразу страшно, ну то есть кто-то из аудитории отреагировал быстро, потому что вам страшно. Насколько вот, ну вот вопрос такой, насколько вообще является, ну как сказать, обязательным, что ли, для таких каналов, как у нас, может быть, ну восприятие людей, что мы как бы должны про это говорить. Потому что я часто сталкиваюсь с такой формулировкой, я как человек такой чуть-чуть из бизнеса и такой, неточность в определении продукта, что-то типа, вы же новостной канал или же вы политический канал, я такой, ну нет, мы ни то, ни угорь. Как вы думаете, насколько это вообще восприятие людей, ну что-то вроде такой моральной обязанности? Нельзя говорить о каких-то моральных каких-то, о каких-то моральных обязательствах, понятно? Потому что, ну, по большому счету, вы никому ничего не обязаны, если разобраться. С другой стороны, вы обо всем, да, вы вот когда вы дайджест делаете новостей, вы же не отбираете, вот про политику мы не будем делать, а вот про социалку что-то будем, да? Ну про партии мы сейчас вообще не рассказываем про выборы практически, ну вот мы, в смысле, ну просто потому что нам неинтересно. Но тем, да, понятно, но тем не менее, вот в воздухе же сейчас витает некий политический такой заряд, да, вот мы живем в Казахстане, мы же понимаем, что это есть, да, мы же понимаем, что это важно. И вы, как не узкоспециализированный ресурс, безусловно, должны говорить и об этом, не только об этом, но и об этом тоже, но нельзя это игнорировать. Мы не говорили никогда, что мы не говорим про политику, вот тут тоже, мы говорили о том, что мы не хотим участвовать в межклановых, межэлитных разборках, это немножко разные вещи. Политику мы в любом случае затрагиваем, ну политика она же разная, Блинкин приехал, политика, там кого-то там сожгли автомобили у журналистов, ну политика тоже, да. Это мы затрагиваем. Вот межэлитные разборки, там где политика, она суживается, и политика становится концентрированной экономикой прям совсем, ну это вот нам не очень интересно. Ну такие, более такие как бы вещи там, где уши совсем торчат. Ну мне кажется еще, надо тогда понять, вам нужна аудитория, да, или нет большая, потому что понятно, что сейчас именно политический, околополитический контент, он может привлечь… С чего ты взял, Серега? Очень большое количество… На что ты опираешься, когда ты говоришь, что он может привлечь, что висит в воздухе политический запрос? Ты на что опираешься? Нет, я опираюсь на то, что я вижу. На счетчике просмотров. Где? На каком? В том же YouTube. Нет, мы сейчас про YouTube говорим. Да. Мы же про YouTube сейчас говорим. Политизированный контент прямо сейчас клика не набирает. Вот тебе откровение. Нет, смотри… А я тебе расскажу почему. Тоже опять есть теория по этому поводу. Нет, смотри. Я говорю о том, что я вижу, да, о том, что я вижу. Допустим, смотрите… Я говорю о том, что я произвожу. Только что мы говорили об Асхате Ниязове. Это про политику? Ну, наверное, отчасти. Безусловно, да. Да? Понятно, что… Опять мы сейчас термином закопаемся. Что есть политика, что… Вот, к сожалению, нам видимо надо… Это компиляция всего. То есть, это и про людей, и про социум, про политику в том числе, разумеется. Это называется про Акимов, да, и разговоры с Акимовым. Но, в целом, он же… Это в первую очередь. Основные просмотры, основные эмоции. Ты посмотри на резки, которые уходят от него. Это его диалоговые, короткие диалоги с людьми. Это разлетается намного активнее. Ну, понятно, нашел водку в холодильнике у Акима Степногорска. Это про политику? Да, ну, нет. Это же про межличностные какие-то отношения, про реакцию. Нет, нет, нет. Это как раз вот в этом ошибка. Про эмоции. Ну, может быть, ошибка. По поводу… Можно я все-таки… Блин, про водку было круто. Ну, это было очень круто. Работку было круто. И это про политику. Или… Ну, хорошо. Понимаешь? Про чувака, которого велосипедист, он подходит и спрашивает, как у вас дела, все ли хорошо. Работа есть, а работы нет, его это рвет. И это тоже про политику, по большому счету. Серега… Нет работы… Все про политику, на самом деле. Если глобально разобраться, все про политику. Да. Если глобально разобраться, в нашей стране точно. Я умудрюсь вернуться к вопросу, вдруг я, оказывается, его запомнил, обязаны ли мы быть про политику в том числе. Знаете, за счет чего там я шесть лет назад начал получать первые просмотры? За счет того, что заходя на КТК, либо заходя куда-либо-то еще, было четкое понимание, что есть рамки, есть красные флажочки. Серега очень точно тогда написал в 2019 году о том, что у Димы есть преимущество, смелость быть там… ошибаться, да, то есть смелость. Но при этом, когда ты говоришь, ребят, у меня в целом границ, кроме как прописанных в Конституционном законах, у меня их нет. Если меня это интересует, меня как человека, который производит контент с Чал, я человек, я даю реакцию на новостные события, если эта новость меня цепляет, я о ней говорю. Все, других каких-то ограничений для меня нет. Когда вы прописываете, что ребят, у нас есть ограничения, я снова выкупаю телик, который пришел на Ютуб и пытается в Ютубе делать что-то телевизионное, пусть чуть-чуть смелее, пусть чуть-чуть подстраиваясь в монтаже под ютубовские тренды, хотя к этому тоже есть вопросы. Но все равно, то есть вы проговариваете, у нас есть ограничения. Да у всех есть ограничения, ребят, мы в Казахстане живем, ну серьезно. Но когда вы их прописываете, проговариваете, что мы этого не делаем, вы выкупаетесь. Вот здесь вот как раз таки конкурентное ваше преимущество со знаком минус. Оно сразу вот мне бьет человеку. Так у нас же нет ограничений в этом плане. Вот. Смотрите, вопрос такой, ну теперь чисто технический, это же вопрос появляется при выборе тем. И вот когда у нас появляется тема, например, я не знаю, какая-нибудь, ну вот как Дориан любит про Блатаназарбаева делать или нет, то мы берем из своей условной стратегии, что мы там про людей. И берем темы, которые в первую очередь интересуют людей, и у нас нет ограничений, если в разработке этой темы мы залезем в какое-то опять размытое понятие политика. Да, то есть ограничений у нас нет, но вот как бы тот продукт, который мы представляем, он не связан с тем, что вот сейчас что-то в политике произошло, и мы обязаны на это отреагировать, даже в новостных обзорах. Ну, как бы если это значимое событие, мы и говорим. Потому что, может быть, мы в этой гонке находимся за просмотрами, мы пытаемся увидеть, ну как вот создать вот это свое УТП и в рамках одного продукта. Мы пытаемся это спецвыпуск, который там долго делаем, чтобы он вот этой жизнью и долго и жил, потому что, ну, много ресурсов. Можно я вот продолжу? Да, это очень правильно, и мне интересно, что Дима это воспринял как ограничение, которое мы себе ставим. Ну, немножечко не так. Ограничения в плане, с одной стороны, бизнеса, с другой стороны, каких-то, ну, чисто таких, как сказать, этических вещей. Мы не хотим лезть в разборки и быть явно инструментом. Это прямо для нас очень важно, и да, вот это ограничение… Ну, сейчас это крайне опасно. Вы попадете в мясорубку, то есть мы об этом разговаривали с Жамилой Марьевичем, проект про тенье, что сейчас, да, есть риски попасть в мясорубку. То есть я прекрасно понимаю это правило, я тоже его для себя ввел, что сейчас мы не говорим про крупные капиталы, про передел собственности активов, потому что, да, есть риск попасть в мясорубку. Но если вы это заявляете как некая редакционная политика в долгую, то я это воспринимаю как ограничение какое-то. Безусловно, ситуация будет меняться, и, допустим, там олигархическая демократия в Украине до войны, там даже самые экологичные редакции, они в любом случае писали о капитале и о каких-то вещах, потому что там немножко дискуссия общественно-политическая вышла чуть-чуть на другой уровень. Я вот сейчас приведу пример какой. Вот у нас, допустим, есть сейчас там условный какой-нибудь там скандал на выборах, где что-то нужно высасывать из пальца или обзор, или вот там сейчас ребята делают реп про 28 панфиловцев. 28 панфиловцев во мне тоже политика. Ну, взяли там у Мединского интервью. Кстати, вот проанонсирую. У Мединского взяли. У Мединского взяли. Я вообще не верил до последнего. В двух вам судья. Ну, в смысле… Хорошо, хорошо. Актором, да. Актором, да. Поэтому я не верил. Ну, взяли ребята. Там много политики, вот на самом деле. Конечно. Они вчера писали стендап там у Монумента. Там уже люди так прислушиваются. Что там, о чем будут говорить? Там какая-то француженка пробегала мимо. Сопкор, оказывается, какого-то французского издания заинтересовалась. Ну, то есть, у всех вызывает вот то, о чем ты говорил. Такой экологичный хайп. Даже слова хайповые. И люди уже слушают. Ну, значит, хайпово хорошо. В хорошем смысле слова. Вот. Я к чему? К тому, что делая выбор между вот этим вот… Вот этой вот политикой той, которая есть сейчас с этими выборами и политикой с двадцатью восьми панфиловцами, мы делаем выбор в сторону двадцати восьми панфиловцев, строго исходя просто из таких меркантильных, прагматичных, редакционных задач. Да, ну и еще… Это видео есть потенциал, что посмотрят и через три года. Ну, потому что, да, выцепляют. А то, что сейчас произошло… Там выцепляются скрепы, там выцепляется историческую память. Ну, многие вещи, пускай люди посмотрят. А в декоративных выборах разбираться вам неинтересно. Да, вот те же наркотики, получается, прошло четыре месяца. Ну, мы сделали какие-то изменения, и мы вообще пытаемся некоторые видео, которые… Вот… Наш digital отдел… Большое им спасибо. Вот. Ну, и вот они как бы через четыре месяца, вот эти пятьсот тысяч, о которых вы говорите. Вот. Расчет на то, что вот какие-то такие, ну, энергозатратные выпуски, что они там в рамках трех-пяти лет будут как бы плюс-минус актуальны. Вопрос про такие семиминутные политические… Ну, у меня такое ощущение, что не будет. Никто больше смотрит. Даже мы, мне кажется, то, что было в прошлом году, вряд ли будем что-то такое смотреть. Даже очень острые такие, может быть, какие-то судьбоносные вещи там в нашей политике. Понятно, понятно. Вот я хотел тоже перейти к этой теме по поводу… Мы уже сказали, что мы попозже поговорим. То есть, на том же мероприятии был задан вопрос… Ну, не задан вопрос, а был комментарий о том, чтобы рекламодатели не идут, ну, опять-таки, в обывательском понимании слова, в политический контент. Да, потому что у них есть бренд safety, да, и как вот монетизировалось. И не только в политический, но и в контент такой заведомо острый такой. Трансгендеры – это, ну, не про политику, хотя там тоже политика была, там были трансгендеры-релаканты. Да, ну, в смысле, вот как с этим у тебя? Хреново у меня с этим. У меня, еще раз, есть реклама только тех сервисов и продуктов, которые четко считают трафик. Они конкретно заточены под деньги. У меня никогда не было там условной «Эйростаны», хотя они смотрят, я знаю, что пиар-директор «Эйростаны», она посмотрела наши выпуски, но их не будет. Есть репутационные риски. Да, названия за нами уже выехали, отсекло довольно много денег у меня. Это большая проблема. Плюс к вопросу о том, как изменился YouTube последний год, вы пришли в тот период, когда многие рекламодатели немножко взяли паузу. Почему? Потому что в старом Казахстане были понятны правила игры четко. Если этот пацан год-два-три работает на YouTube, значит, у него там либо дорига, либо КНБ, либо еще кто-то с ним работает. Значит, в принципе, безопасно с ним работать, тем более там по договорам все четко, все в белую, и нормально. А сейчас все такие, а кто тогда, если старый Казахстан закончился? А можно ли с ним работать? А его сейчас не закроют? А ему машину не подожгут? То есть, опять же, поджог машины – это репутационное пятно для всей сферы, которая соприкасается с «околополитикой», назовем ее так. Вот. Это большая проблема. Сейчас, вот этот год, да, есть трудности с рекламой, потому что многие, даже те, кто работали с нами ранее, такие, ребят, так, давайте мы чуть-чуть паузу возьмем, поймем вообще, что происходит. Они прямо говорят так? Это чувствуется, есть прямые отказы, когда говорят, что, ребят, все круто по конверсии, но, наверное, пока мы возьмем паузу, там особенно… Я не буду называть бренды, потому что я с ними надеюсь еще поработать по другим проектам, может быть, в рамках «За нами же выехали», но, да, ребят, мы сейчас опасаемся с вами коммуницировать, потому что все круто. У нас дешевая реклама, по рынку у меня недорогая реклама, вот, но подождем, подождем, пока понятно будет, кто есть кого в новом Казахстане, пока вот этот передел активов закончится, пока… Слушай, ну вот, да, вот можно я про деньги? Вот вы очень правильно, и все у нас правильно спрашивают про Айран, и я сам чувствую, ну, на какие деньги, я сам чувствую, что тут мы были бы еще более крутые, если бы прямо сказали, но мы как бы говорим, как есть, партнеры, да, вся эта история не на энтузиазме, а вот у тебя как, скажи, ты… Может ли «За нами же выехали» существовать только на рекламе? Да. В этом году нет, то есть в этом году нет, поэтому мне приходится делать отступление в сторону, там, спортивного контента. У меня есть спортивный канал, мы его делаем, «Спортширидингер» он называется, он приносит сейчас, генерит денег, сопоставимо за нами же выехали в лучшие годы, хотя он меньше, там, 70 тысяч подписчиков всего. Это первое. Я беру сторонние какие-то продакшены, в смысле, продюсирую, пишу сценарии, потому что там есть какие-то деньги. Для какого? Ютубовского политического контента или… Нет, нет, там есть и «Тревел», там есть и… Дивизионная культура. В том числе, то есть, вот, как бы, вы позовете, может быть, через какое-то время, я вам приду, буду платно что-то делать. Этим я занимаюсь в том числе, потому что только на рекламе сложно, хотя вот последний, может быть, месяц-два чуть-чуть полегче стало, потому что много заходит в «Телегу», «Телега» стала продаваться лучше, даже, чем «Ютуб». Вот. В общем, это постоянно тоже борьба. Слушай, вот интерес… Я не скажу, что мы прям… Еще раз, я по-прежнему зарабатывал больше, чем на «Телега» канале «Ламаты» в 2009 году, безусловно, и там, даже будучи главным редактором на «Вести Киезет», это правда, но я постоянно нахожусь в таком полукассовом разрыве, скажем так. Вот смотри, мы вместе сейчас будем менять ситуацию по рекламодателям. Ну, вот в данном… Ну, мы вообще, я думаю, в принципе, как бы смотрим примерно в одну сторону, да. А вот тебя зовут как какого-то тренера, политического консультанта, какие-то олигархи, которые говорят, мы видосы иди, мы смотрим, он классный. Давайте такое закрытое мероприятие, но он нам расскажет, чё почём, как там с этими журналистами противными общаться. Я не политехнолог, ты медийный человек. Я человек, который могу, я понимаю, как работает медиа и как с ними коммуницировать. Прямых таких запросов о том, чтобы… А, были запросы из парламента, из предыдущего созыва были ребята, которые звали именно на консультацию по этому поводу в плане… Ты сделал? На пожарника. Нет, я не пошёл туда, потому что, ещё раз, репутационно это важно для меня, репутационно важно для меня оставаться всё-таки вне политики. Ну и плюс я чётко осознаю, что я не политтехнолог. Слушай, ну а вот смотри, допустим, вот нам придут завтра, тебе придут, скажут корпоративный фильм, корпоративный фильм, какой-нибудь там Chevrolet какой-нибудь там… Ну мы там знаем, там и госденьги, там и какие-то ребята из-за рубежа. Ты будешь делать? Смотря на какую площадку, как, зачем, почему, какие будут условия. То есть, если они придут и скажут, Дим, мы хотим такой продукт, я подумаю… То есть, Парфёнов недавно, по-моему, отвечал Дудю на схожий вопрос. Ну Парфёнов, Лошак, в принципе, мы видим все, что они… Они делают корпоративный фильм, потому что они умеют делать грамотный продукт. Но опять же, здесь будет вопрос личной морали, вопрос «Я должен понимать, какие деньги? За что деньги? Насколько я буду свободен в редакционной сценарной политике? То есть, могу ли я?» То есть, или мне будут говорить, что «Нет, только так, и так, и так». Я очень, честно скажу, за 6 лет я очень сильно полюбил свободу, которую YouTube мне дал. То есть, у меня нет инвестора. В этом плане это конкурентное преимущество над вами, потому что мне по кайфу пришёл на работу, окей, отработал, не пришёл. Я завишу только от себя. Классно, классно. А вам делать пробросы эти, нет инвестора. Да. Дмитрий классно продал нам идею быть свободным. Ну, это больно ещё раз. Можно вот тоже? Смотри, Сергей. Ты, я помню, ты вообще много вещей рецензировал, которые я писал, и там фильмы такие, которые касались и, может быть, где-то, как он назывался, «Забытые плёнки», вот этот фильм писал я сценарий. И всегда ты чётко подмечаешь, точно так же, как и Дима, вот эту где-то недосказанность. Вот как бы вы, ребята, хотите быть искренними, но чуть-чуть как-то что-то договорите до конца. Ну, и вот сегодня хорошо мы разобрали вопрос по финансированию. Да. Постоянно там у нас в наш адрес вот эти все, как сказать, обвинения в плане того, что Госдеп, Акорда, там всё прочее. Кремль. Да, Кремль. Кремль. Я… Про российский мы очень часто… Не назвал хозяин. А это вот по Фрейду вы взяли… У Мединского взяли интервью. Да. Ну, как мы мог взяли у Мединского? Теперь, да. Меня вот этот поражает вот этот вот момент, что… Я вообще из телекритики помню что-то когда-то писала «Зона КИЗ», что-то приезжает Арина Бородина, про нас пишет, ну, вот мы её в гости приглашали. И тут получается, Сергей, что, по сути, профессиональная телекритика делается над деньги интерньюса. Да. Над деньги Госдепа, да. И вот как будто бы опять… Извини, что я это… Ну, вот как будто бы американцы дают деньги на то, и больше в этой стране никто не заинтересован, чтобы кто-то профессионально писал об этом. Вот у меня вопрос такой. В общем, как ты относишься к тому, что ты это делаешь на деньги американские? Я лично к этому отношусь нормально, потому что вообще интерньюс – это история, которая очень много дала в этой стране, всему и всем. И второй вопрос. Есть ли ещё вообще телекритика в Казахстане какая-то? Кроме нас. Ну, да. На две части вопрос. Да. Как я отношусь к тому, что это американские деньги? Я отношусь нейтрально, я не могу сказать, что положительно либо отрицательно. Понятно, что сейчас этот вопрос, возможно, даже более актуален, потому что сейчас информационная война, мы вот в состоянии информационной войны, и понятно, что сейчас, наверное, самое время этот вопрос задать. Но, на мой взгляд, тут важно смотреть не то, что откуда эти деньги, важно посмотреть на репутацию конторы в первую очередь. Да? Я, наверное, не встречал ещё ни одного человека в нашей стране, вот из нашей сферы, который бы сказал, да, интерньюс, там, они на печеньке госдепа, они там мутят такое, да, они там что-то там подрывают или что-то такое делают, да. Во-первых, репутация, во-вторых, само дело, само непосредственно с ремесло, в которое эти деньги вкладываются, да. Если у этого ремесла хорошая репутация, и учитывая вот эту хорошую репутацию вот этой конторы, я думаю, какие могут быть вопросы? Ну, самое главное, это ещё и продукт. Нам вообще не всё нравится, и мне, честно, я не совсем согласен, не то, что нравится, не совсем согласен в твоих рецензиях. Я думаю, где-то ты там не на то посмотрел, не то выпячиваешь, но, в общем и целом, как бы, классно, это вот круто, что вообще ты пишешь, и у тебя видно, что ты следуешь каким-то требованиям. Ну, то есть, как Аня вот рассказывала, Анна Шабалдина, «Привет тебе, прекрасная, мы все её знаем». Спасибо за комментарии, а не персонально. А она пишет комментарии, да? Ну да, бывает. Я просто на имена не смотрю, вижу, всем просто гадости говорят. Хорошо, это, что ты следуешь каким-то требованиям, что это история такая индустриальная, писать рецензии, что это не просто вот… Не просто хобби, скажем так. Не просто гадости писать или понравилось или не понравилось, а вот как Ань ко мне рассказывала, что ну, это вообще там тренинги мы проходили, ну вот, кто еще делает вообще телекритику в этой стране? Кроме нового репортера, для которого я пишу, да? У нас… Я-то не один медиакритик. Да, 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 да. То есть мы все прошли… Кроме вашего проекта. Кроме нашего проекта. Да, собственно, и никто из тех, кто… Исчерпывающий ответ. Исчерпывающий. Ну, разоблачения в YouTube, обзоры, наверное, какую-то функцию такую могут играть. Нет, просто… Нельзя путать вот критиканство и профессиональную критику. В чем ключевое отличие? Отличие в интенции. Если человек критикует только для удовлетворения собственных амбиций, да, и не думает о некой пользе, которую он может принести вот авторам этого продукта, то это критикан, конечно, безусловно. Если же мы говорим о профессиональной критике, мы всегда, когда мы пишем даже разгромные какие-то рецензии, мы всегда думаем о том, что наша критика, она конструктивна, и она поможет авторам сделать свой продукт лучше. Да? Вот я не знаю, вот далеко ходить не будем. Я не думаю, что Дима изменил формат благодаря мне, потому что, ну, это слишком наивные губы. Но вот он-то формат изменил свой. Вот я просто очень жестко, я помню тот материал, это был один из первых моих материалов, я очень жестко на запчасти разобрал просто вот… Ссылка есть, да, мы в комментариях… А что за формат, может быть, мы-то… Нет, если вы помните, сначала у Димы начиналось, он же сначала… Это сейчас он в студии сидит. Без лица. Был звук, ну… Закадровый техник с некими… С некими… Потом стоковые, да, ворованные видео и так далее. То есть это бы был вот такой период, когда я просто проверял и тестировал площадку вообще на клик, на насколько мне это было интересно и так далее, и так далее. Да, но в итоге… Но в итоге-то Дима изменился, да. Не благодаря… Я не говорю, что благодаря нам, но, по крайней мере, видимо, то что… Если вы сейчас прочитаете этот материал, видимо, вот эти вещи, они все-таки, возможно, были в чем-то конструктивные. Возможно… Я тебе сразу-таки написал, что абсолютно честно, справедливо дал оценку. А… Другое дело, что я еще написал, что… Круто, что тебе есть дело до того, что ты… Что я делаю, а мне нет дела до того, что ты… Такое… Понятно, что это профессия. Это в рамках профессии. Да, вот мы сейчас встретились за пределами студии. Я искренне рад видеть Диму, потому что… Абсолютно взаимно. Да, потому что мы в одной редакции, можно сказать, делали первые шаги, да, грубо говоря. Ссылку на телеканал ты тоже дадим. Я вот хотел немножко так, как бы, очень меркантильно и корыстно еще из вас выжать лайфхаки. Если можно, каждый, может быть, назовет какие-то три вещи, которые вот нашему каналу нужно вот обязательно, ну, сейчас заниматься, делать, изменить что-то. Можно повториться, но вот более… Концентрировано. Да, да. Ну, я коротко, да? Можно? Да, коротко. Я считаю, что сейчас выступать с новым продуктом, YouTube-продуктом, не на казахском языке, а в Казахстане, это, как бы, это не очень дальновидно. Потому что, в связи с теми вещами, о которых я говорил, мне кажется, вам нужен мощный казахскоязычный контент. Угу. Да. Тут вопрос, надо ли выводить его под другой бренд. Вот… Сто процентов. Да. Вот вопрос. По другой бренде, на другом канале, да? Да, да, да. Бренд может быть нет, сохранить себе преемственность. Ну, другой канал, да. Ну, другой канал, другая площадка. Сто процентов. Ну, то есть, понятно, чуть-чуть по-другому будет называться, как бы, но вот другой. Так. Это другое вопрос. Это первое. Это первое. А во-вторых, вот, поддерживая Диму, всегда держать в голове уникальное торговое предложение и некий топовый, флагманский продукт, да, который будет двигать весь ваш канал вперед. Или интонацию человека, который… Либо, да, либо и то, и другое. В идеале, получается, вот, как мы видим, у топовых блогеров, получается и то, и другое. Нет, я зацепился просто за редакцию, но даже редакция «Наука», они что же вынесли отдельно? То есть, это, казалось бы, могло вшиваться куда-то сюда, но они четко понимали, что это совсем другое. И они вывели его отдельно. Окей, третье? Третье – это, возможно… Понимаете, у нас очень много, это уже более конкретная рекомендация, у нас очень много неотрефлексированных исторических тем, в отличии… Почему-то у нас так получилось, да, у нас вот есть информационный пузырь казахскоязычный, русскоязычный, и вот, может быть, по отдельности мы о чем-то там говорим, есть какая-то общественная дискуссия, но она как-то разделена, да, немного. Сейчас понятно, что вот эти границы, они размываются все больше и больше, и уже давно, на самом-то деле, но вот хотелось бы, да, чтобы о каких-то вещах, какие-то вещи были проговорены, да, вот, возможно, вот в каком-то, в том числе или русскоязычном, или казахскоязычном… Ну, на 100% согласны… …посвященном истории, и вот как основному продукту, да? Мы об этом думаем, это изначально была идея, так что не говори потом, что ты нам подсказал. Нет, 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 я… Я как раз наоборот за то, чтобы Сергей говорил, что это вот после этого подкаста все… Другое дело – найти формат правильный под… Вот это да. Вот это правильно. Потому что роллы-пруфы тоже там по-разному бывают. Была классная тема, я думал, «Кингирское восстание», это в Джисказгане, там вообще жесть какая-то была, и об этом нужно было рассказать, записали крутых спикеров, и что-то ролик вообще колом стал. Сейчас выйдет… Кстати, есть хорошая традиция, мы можем поныть про это, и через 4 месяца «Кингирское восстание»… Я для этого вам нужен, чтобы я ходил ныл, да? А потом что-то ролики… Это к вопросу о неисповедимости путей Ютуба. Алгоритм Ютуба, да. Тим, да, три вещи, коротко, как ты умеешь. Еще раз, я проговорил основную, которой мне не хватает сейчас в Иране, я должен понимать, кто вы, что вы, зачем вы. Это лучше всего делается через человека. То есть мне не хватает лица, ярко выраженного, понятного, доступного. По поводу казахоидичного контента, забегая вперед, проговорю. Перевод вашего контента на казахский язык не сработает точно. Это точно должен быть главный редактор, думающий на казахском языке, и журналисты, которые думают. И там, на самом деле, даже пересечение по темам зачастую не случается. По поводу третьего пункта, который Серега сказал, о том, что пересборки национальной идентичности, которой мы все озабочены сейчас, в условиях войны, и то, что эти процессы катализировали сейчас, это не просто пункт номер три, это сериальность, это огромная сложная проблема, тема. Я похоронил много выпусков, на самом деле, в прошлом году, но несколько точно, о будущем русского языка, о том, что нам делать, как нам делать, моим лицом. Это не очень было корректно своевременно в тот момент, мне казалось. Да, мы с вами в том числе сейчас стоим не то чтобы как защитники, но дабы не спровоцировать этот социальный взрыв, чтобы он не спровоцировался, а такое чувство, что он может спровоцироваться, если ничего не делать, если не говорить об этом, не проговаривать, взрывы возможны. Да, у нас там с вами глобально очень большая задача этим заниматься в том числе, но это интересно, то есть мы здесь поэтому, потому что нам это интересно. Вот, да, я с удовольствием, будет круто, если вы этим займетесь, потому что вы умеете делать длинные истории. Я длинные истории делать не умею. У вас это круто получается, продолжайте. Вот, все. У меня… Мы уже заканчиваем, да? Ну, наверное, да. Надо уже, да? Да. Так, у меня просто быстро вопрос, что вы смотрите? Да, классно. Вот тоже, может быть, три позиции, это было бы очень интересно. Ну, понятно, Сергей смотрит много чего. Ну, как бы, что заходит? Может, сформулирую так, что заходит, что постоянно линейно смотрите изо дня в день? Каналы, может быть, какой-нибудь стриминговый сервис, где хорошие сериалы. Вот вообще что? Я вот про себя могу сказать. Я смотрю на Ютубе, заставляю себя последнее время смотреть какие-то общественно-политические медиа, да. Ну, вообще, я смотрел бы только эти каналы про ретро-гейминг. Супер Нинтендо, вот, Сега Мега Драйв. Только вот там я отдыхаю, мозги умеют. Даже сериал уже не могу смотреть. Включаю, у меня несколько каналов. Смотрю с утра до вечера. Ну, стримы сейчас тоже подсел. Тоже ретро-игры. Вот что вы смотрите? Да, там довольно банальный набор. Ну, просто три позиции. Да, ну, допустим, мне нравится Замандас подкаст. Там такая ламповая атмосфера. Я отдыхаю от этого. Разгружаются мозги, да? Очень разгружают. Потому что они такие ребята, как сказать, очень обаятельные. Да, да, да. И вот эта вот атмосфера, которая не умеет сгущать. Вот это слово, да. Вот вайп, правильно. Да. Этот вайп, он просто классный. Это первое. Второе. Да. В наших. Во всяких. В разных. В украинских, российских. Чтобы вот понимать, о чем те и о чем те. Чтобы быть в курсе. Телега очень много времени отнимает у тебя. Ну, как бы. Ну, не то, что много. Это между делом, на самом деле. И, ну, и, собственно, все. Какие-то фильмы, возможно, где-то на Мегу Го, не знаю. Ну, так, отрывочно смотришь. Не так уж много времени у меня на то, чтобы лежать там и смотреть. Потому что я вот знаю многих молодых, они прям фанаты Нетфликса. Они говорят, мы все смотрим, это модно быть подписанным на Нетфликс. Я говорю, ну да, я на Кинопоиск подписан. Как-то вообще это стремно может быть. Ну вот. Мединский Кинопоиск. Да, да, да. Вот и приоткрывается. Как он все вычленил и вытащил про нас. Вот следующий выпуск он посвятит именно этому. Я приезжаю. Ходил в Айран. Очень год. Две мои камеры здесь. Я внутри Мордора был. Вернулся. Был внутри Мордора. Очень дорого. Берут интервью у Мединского. Каким-то загадочным способом взяли у Мединского. И плюс еще Кинопоиск, HD. Да. Такое себе. Такое себе. Да. Мне сложно ответить. Потому что еще раз я вот с чего начал. С того, что про новостников, которые выгорают. Я, да, вот последний. Я тоже ною. Я хожу и ною. Последний раз я ходил к Бориславу тоже на подкаст. Я про это говорил. Что я немножко поднаелся. Поднаелся, в принципе, этим форматом. Поднаелся этой ежедневной работой. И, да, война пришибла меня сильно довольна. Потому что разлом по идеологии. Он прошелся там прям по моей семье довольно близко. Я очень долгое время дум скроллил все новости. Ну, то есть Украина и Россия довольно близкие для меня страны. Я поднаелся этого всего. Сейчас я просто задал вопрос, пока Сергей отмечал. Я начал думать, что я смотрю постоянно. Да, я смотрю развлекательный, наверное, контент больше. Я просматриваю коллеги. Я просматриваю вас. Иногда просматриваю Орду. Мне сложно так подумать, что у меня какая-то личная неприязнь. Есть Башкенова. Нет, нету. Просто подача мне не нравится. Мне нравится то, что делают и ребята с импровизацией. То есть почему-то вот там я отдыхаю. То есть максимально ненавязчиво. Хотя, опять же, это дискуссионная штука. Может ли сейчас юмор в России существовать в принципе? Якобы мы в домике, мы вне войны. Но то, что они делают, мне в принципе нравится. И я это потребляю по-прежнему. Играю в КС-1.6, периодически сижу и играю. Вот то, что я делаю, чтобы не загоняться. Не то, чтобы я там специально сейчас перестал дом скроллить, но просто вот когда есть пауза. Хотя вот сейчас, пока мы с вами сидим, возможно, Владимир Путин объявляет того ядерной агрессии. Потому что у них сегодня совбез после вчерашнего. И вот мы сейчас такие вышли отсюда и пошли в сторону ядерного гриба. То есть нам приходится возвращаться к войне. Но если я могу это сделать хотя бы на неделю, то я стараюсь этого не делать. Это то, что происходит со мной сейчас. Понятно. Окей. Ну, будем заканчивать. Да, можно такой небольшой опять-таки бизнес-подход. Вот разговор о казахоязычной редакции. Если кто-то из вас смотрит и может кого-то порекомендовать, вот как Дмитрий сказал главного редактора или журналистов, или даже русскоязычных журналистов, пожалуйста, пишите нам. Мы все заявки, мы их рассматриваем. Вообще всяких журналистов. Особенно казахоязычный главный редактор. Короче, напишите, я прям приеду сразу. Чувствую, выстроится очередь из желающих. Мне кажется, здесь дорого, здесь платят деньги. Мне кажется, очереди не будет, но найдись, пожалуйста. Так. Да. Классно. Мне кажется, очень хороший разговор получился. Ну, как бы, мы хотим быть искренними. Ценность быть искренними, ну, мне кажется, это такая очень, вообще такая, самый главный капитал в Ютубе. Да? Ну, вот. Насколько у нас людей в большей степени, чем вы, уважаемые гости испорченных телевидением, я про себя говорю. Это постоянные мои рефлексии. Я 15 лет был на том корабле с Дартом Вейдером. Даже 20 лет. 20 лет. Да. Ну, вот. Но искренность всегда была, может быть, за кадром. Вот. И сейчас, мне кажется, это тот капитал, который мы постоянно реализуем, пытаемся реализовать. И в кадре, и ты, Дима, и мы. И вот в таких вот индустриальных разговорах. И спасибо вам. Вот это искренне, абсолютно искренне за вашу работу. Вы классно делаете. С Димой тоже я не всегда согласен. Думаю, что-то как-то он резко или... Но в том и смысл искренности и медиа, что каждый делает, как есть. То же самое не всегда согласен с Сергеем. Но в общем и целом, мне кажется, мы все, ну, движемся в как-то... Ну, это все пафосно. Опять я программирую и хочу найти соратников. Нет. Ну, в общем и целом мы про одно и то же. Вот так вот. Про одно и то же. Мы хотим, чтобы эта страна была нормальной. И чтобы в построении нормальной страны, это мое мнение, видеожурналистика или тележурналистика, как ее ни назови, она, по-моему, имеет большое, как бы, значение. Поэтому вам спасибо за вашу работу и за то, что вы пришли и увидели все наши богатства. Да. Большое спасибо за просмотр. Поставьте, пожалуйста, лайк, колокольчик, комментарий напишите. Можете негативный, можете позитивный. В любом случае, спасибо. Мы, наверное, встретимся в следующий раз, когда у нас будет... Ну, сколько? Ну, 140 тысяч подписчиков. Да, давайте. 140 тысяч подписчиков мы опять записываем в следующий подкаст. Сейчас 120, да? Сейчас 120. Хорошо. А, подождите, а у Димы 300... Это не имеет никакого значения. Да ладно, что-то скажем. 325. 325. Нам нужны ориентиры, куда мы должны стремиться. Слушайте, кстати, ориентиры последние. Это плохой ориентир. Еще раз, цифра, это плохой ориентир. Средний просмотр. Вот средний просмотр 200 тысяч. Вот к нему стремитесь. 200 тысяч за видео. Это намного важнее, чем цифра, потому что вы наберете сейчас разными видосами. Вот мы вернемся, мы почти попрощались. Да. Вы наберете... Это уже будет черно-белым. Вы наберете сейчас разной тематикой разных подписчиков, которые пришли только на новости или пришли только на историю. И те, кто пришли только на новости, они не будут смотреть истории. Это мертвый груз. YouTube это будет считывать, что у меня от КВН, знаешь, сколько подписчиков... Я в свое время делал обзоры на КВН, пиздец. Вот. Но с того времени там тысяч пятьдесят, у меня, ну не пятьдесят, ладно, двадцать тысяч подписчиков, они висят просто мертвым грузом. Почистить их я не могу. Алгоритмы YouTube их считывают, что этой аудитории нахрен не нужны мои разборки, наши разборки внутри Казахстана. Поэтому еще раз, не цифра в подписчиках имеет значение. Имеет значение средний просмотр. Это намного важнее. Пойдем высчитывать эту цифру среднюю. Кто у нас там считает? Блин, у нас есть видео, которое пять тысяч. Посмотрим. Что-то да. Ладно. Всем пока. Всем пока.